Друзья, здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить об имени. Я получил письмо. Вот такое значение. Здесь компьютер, я просто зачитаю его. Изначально хочу поблагодарить вас за ваши труды, за то, что вы есть. Меня зовут Василиса, мне 31 год, я не замужем, и детей нет. В моей жизни не все хорошо, но вы подарили мне надежду и веру в то, что все можно изменить. Меня очень интересует один вопрос. Меня назвали в честь моей умершей бабушки по маминой линии. Жизнь моей бабушки была очень тяжелой, и жизнь она ушла в 49 лет. Пожалуйста, скажите ваше мнение по поводу того, влияет ли имя на жизнь человека. Стоит ли менять имя с целью избежать негатива, связанного с прежним носителем этого имени, или это глупость? Надеюсь на ответ. Ну, то есть, женщина спрашивает, у меня есть проблемы в жизни, связанные ли это с тем, что меня назвали в честь моей бабушки, у которой была тяжелая судьба. Передалась ли мне вот эта родовая какая-то ветка или родовая проблема, что ли, на меня? То есть, жертву ли я сегодня того, что меня назвали таким именем? Давайте посмотрим на этот вопрос с нескольких позиций. Первое. Откуда вообще взялась традиция называть именами умерших родственников? Это из тех времен, когда еще не было единобожие, христианство или мусульманство. И когда люди еще общались с духами, разговаривали с умершими родственниками, с духами природы общались, ну, то, что называется сейчас язычество. И в той культуре люди, живя на земле, общались с умершими родственниками. Это было нормально. Это нормально и сейчас в некоторых странах. Например, я был в Казахстане и общался с женщиной, которая имеет очень высокий образовательный уровень. Она доктор наук, завкафедрой в университете. Но при этом она разговаривает с своей умершей бабушкой. Бабушка дает ей советы. В частности, бабушка прислала ее на консультацию ко мне. Что меня очень поразило, что бабушка умерла лет 30 назад, а прислала свою внучку на консультацию ко мне. Но там был один вопрос. То есть для них это нормально, что ангелом-хранителем, они так называют, являются души умерших людей. У нас в нашей культуре, в российской культуре ангел-хранитель, как известно, не имеет никакого имени. Он просто ангел-хранитель, представленный какими-то там высшими силами к нам, чтобы охранить и помогать нам идти по жизни. То есть другая уже традиция сменилась с приходом российской власти. Но все равно старые корни остались, язычество не так уж давно ушло от нас. И в маленьких городах люди по-прежнему верят в разные сглазы, порчи, в том числе на влияние родовых корней, родовых планов. Ну и даже тренингов куча на эту тему. Ну раз есть спрос, есть предложение, в конце концов. Это вот откуда все это взялось. Теперь влияет ли это или не влияет. Я с юмором отношусь к всем рассуждениям относительно родовых корней. Я считаю, что человек сам определяет свою жизнь. Но это относится к некому количеству людей, которые живут нормально, которые имеют более неприличное образование. Ну может быть у них куча проблем с чем-то еще. Потому что бывают иногда ситуации, которые я никак не могу объяснить. Но мне присылают письма. Я читаю, и у меня волос на голове нет. Вы видите, почему? Потому что они вставали, а вставали дыбом. Потом просто вываливались. Потому что я читаю и просто даже не понимаю, как может быть. Это семьи, где какое-то пьянство, драки, изнасилование, в тюрьмах сидят. А то там мрут люди и прочее. Вот человек находится в этой дикой среде, и он пишет, помогите, как мне вырваться. А я не знаю, как. Потому что сознание не развито, он жертва обстоятельств. Он живет в таких диких обстоятельствах, что вот по неволе вспоминается то, что говорят индусы, плохая карма. А человек, он родился в таких диких условиях, и выбраться из них – это огромная задача для души, чтобы из этого выкарабкаться. А все остальные люди, которые, ну вот на случай Василиса, значит, я думаю, что никакого отношения вот эти все родовые корни не имеют значения. Это имеет значение на уровне самопрограммирования. Потому что окружающая среда, видимо, ее нагрузила программой. Ну вот, видишь, тебя назвали как бабушка, бабушке все плохо, и тебе будет плохо. То есть вот ребеночку еще, наверное, кто-нибудь сочувствующий, какая-нибудь бабушка, которая верит в все эти родовые штучки, потому что она беспомощная, не умеет управлять своей жизнью, она не понимает, как она может управлять. Она передала эту программу ребеночек, ребеночек ее заглотил, пропустил ее в себя, и теперь вот ему 31 год, но он вот как бы программа всплывает, все плохо, потому что, значит, тебя назвали именем бабушки. В этом смысле именем бабушки не оказывает никакого влияния, кроме того, что нужно убрать из себя программу, что если у бабушки было плохо, то и у меня будет плохо. Это негативное убеждение. У меня жизнь плохо складывается, потому что меня назвали именем бабушки, у которой было плохо, и теперь я получила ее программу. Это позитивное утверждение. Начиная с этого момента, я сама строю судьбу, я сама строю свое счастливое будущее, у меня мое будущее прекрасно, я сама его строю. Собственно, нужно вытеснить вот эту программу, загруженную вашими родственниками, ваше подсознание, которое вы теперь пытаетесь отработать, вы боитесь, ну, как бы оно отнимает веру в будущее, но я ничего не могу, потому что меня назвали таким именем. Можно, может быть, убежать через смену. Ну, в принципе, через смену имени можно убежать от этой программы, просто у нас же несложно сменить имя. Пошли в ЗАГС, написали заявление из-за неблагозвучности там или чего-нибудь. Вам заменили имя, и в конце концов, вы снимете этот стресс, что влияет на вас имя вашей бабушки. Ну, с моей точки зрения, достаточно хорошо поработать с самопрограммированием. На шаге два помощника по самотрансформации. Сначала, конечно, на шаге простить себя, простить жизнь, простить бабушку, полностью развязаться с ними, отпустить их. Дальше, значит, убрать вот этот свой страх, что ее судьба влияет на меня. Ничего не влияет. Но, не так все просто. Смотрите, все-таки на человека имя влияет. И влияет оно не какими-то родовыми корнями, а влияет теми звуками, которые заложены в звучании имени. Например, мужчина, если назван именем, в котором одни мягкие, скажем, гласные и согласные. Алеша, Вадим, еще какое-то имя, в котором нет «р», нет «др» каких-нибудь, нет шипящих, там сказать. То эти люди, они по жизни гладкие. Они могут быть настойчивы, могут быть активны, но они не обладают довольно часто. Не всегда, всю жизнь бывает по-разному. На мой взгляд, чаще всего они не обладают бойцовыми качествами. У них слабо проявлено то самцовое начало, которое позволяет человеку забираться вверх. А имена, в которых заложены более резкие звуки, «д», «р», «т», может быть, то эти звуки оказывают влияние на поведение человека. Потому что что такое звук? Звук – это вибрация. Имя повторяет, когда к вам вращается. Имя, вы сами, когда представляете, повторяете, в голове крутите. И те вибрации, которые создает этот звук, он оказывает влияние на тело, оказывает влияние на черты характера. Были исследования на эту тему. Но на основе этих исследований построена система проэкотекстов на уровень влияния на людей. Как звуки разные влияют на поведение человека. Какие звуки вызывают доверие, какие звуки вызывают торжение. Но стихи вы знаете. Одни стихи вы читаете, просто кажется, ух ты, вот она. А другие стихи читаете, и ничего не вызывает. Или протест вызывает. Потому что звучание не совпадает с вашими внутренними вибрациями. И организм на это реагирует. Некоторые талантливые поэты, они улавливали те звуки, которые оказывают наилучшее влияние на человека. Ну, Пушкин тот же, Лермонтов. И вот с удовольствием читаем их стихи, причем все подряд читают. А стихи других людей, они созвучны только какому-то определенному слову людей, с определенным внутренним настроем. Поэтому имя влияет на человека. Ну, в частности, имя Василина, скорее всего, это имя человека, который активный. Какая-нибудь Татьяна, насколько я знаю, они все решительные, активные. Если я встречаю Татьяну, я понимаю, что она будет наставить на своем. Ольги, они более активные, но, по-моему, веловаты немножко. Ну, больше. Не такие бойцы. Екатерины – это просто исполнители, например. И так далее. То есть, вы можете посмотреть типаж. Это не имеет отношения к знакам зодиак. Это не имеет отношения к каким-то, так сказать, скрытым вещам. Просто те звуки, которые заложены в имени, оказывают влияние на наш характер. Вот. Ну, что проанализируйте, посмотрите. И когда называете своего ребеночка, учитывайте, что называть надо не по свяцам, называть надо не по родственникам. А называть нужно исходя из того, каким вы хотите, чтобы был ваш ребенок. И примерное имя, которое Александр, Победитель, еще какое-то. А еще один знаю способ. Моя знакомая у ребенка спрашивала, как тебя зовут. Она немножко мистическими качествами обладала. И когда ребеночек родился, они подросли немножко. Они стали спрашивать, девочка была, как тебя зовут. У тебя так. Ребенок молчал. Так зовут. Он не ряги. Так зовут. А потом, когда какое-то имя назвали, я же не помню сейчас, ребеночек громко закричал. Они там еще разочек проверили, опять ребенок откликнулся на это имя. Они назвали этим именем. Может быть, таким образом используют. Но, в любом случае, называть именами умерших родственников, тем более, у которых была проблемная судьба, не нужно. Потому что эта программа, кто-то все равно навесит эту программу. Если вы не скажете ребенку, то какие бабушки, дедушки, знакомые скажут, ну, тебя назвали в часть того-то, у тебя все будет плохо, и вы получите эту программу, и потом вы будете очень долго сдирать с себя, или ходить всю жизнь с ней, чувствовать, что вы какая-то жертва чего-то. На самом деле, жертва не очень умных поступков у ваших родителей. Вот, друзья, примерно так. Вы сами определяете свою жизнь, вы сами определяете свое будущее. В будущее, если вас что-то тревожит, запишите в форме негативного убеждения, потом перепишите в форме того, что вы хотели иметь, какое убеждение вы хотели бы иметь вместо этого. Зайдите на помощник по своему трансформации, поработайте на шаге один прощения, на шаге два, с перепрограммированием себя, и тогда у вас все будет замечательно. Успехов вам! Улыбок на всю жизнь! Продолжение следует...